Если ваша вечеринка не похожа на эту, не думайте меня приглашать. Трое пёсиков очень мило спят в гамаках. Придаются морфею хвостатые прямо как дети, поджав лапки, причмокивая и раскачиваясь в своих колыбельках. В общем, картина настолько уютная, что хочется повесить большой гамак рядом и тоже вздремнуть. Этот кот за неимением гамака решил удобно устроиться в вазе. Вот только сделать это оказалось непросто. В попытке занять комфортное положение, пушистому пришлось перепробовать половину поз из йоги. Зачем акробат проявил такую настойчивость, непонятно. Видимо, решил, что нужно соответствовать выражению «коты – это жидкость». А этот кот решил следовать мудрости, кто везет, того и погоняет. Поэтому залез в коробку, запряженный ухаски и отправился кататься по городу. Сам пёс, кажется, не против такого обращения. С радостным энтузиазмом он везет своего друга. Видимо, пушистый таксист рассчитывает на хороший отзыв и оценку 5 звезд. У этих пушистых друзей тоже очень трогательные отношения. Настолько трогательные, что после непродолжительных вылизываний пёсик решил съесть своего товарища. Его голову он полностью засунул себе в рот. То ли нежные чувства нахлынули, то ли хвостатый просто проголодался. Чё это ты удумал? Кот-геймер в горе семье. Потому что планшет всегда будет занят. Как у этого котика, который просто обожает игру «Фрут Ниндзя». Самозаввенно и увлечён он бьёт лапами по дисплею, пытаясь не пропустить ни единого фруктика. И получается, кстати, отлично. Вот что значит 21 век. Время, когда даже коты осваивают технологии. А этот кот предпочитает развлечения старой кошачьей школы. Не заходить туда, где открыто, а ломиться туда, куда хода нет. Двумя лапами он пытается открыть окно, изо всех сил боксируя его словно грушу. Хозяева, откройте уже окно, иначе за его сохранность мы не ручаемся.